Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, а также просто неравнодушные гости и зрители моего канала, которым не безразлично то, что происходит в нашей стране, но и кого волнует состояние нашего общества. Меня оно волнует в первую очередь. И вы знаете, я давно хотел выпустить этот видеоролик, поговорить о такой теме, как пропаганда насилия в интернете. Это еще месяц назад. Ну, я как-то, знаете, как-то обошел этой стороной, потому что у меня не хватило времени, у меня были там проблемки тоже свои. Ну, и дело Владобахова я освещал, как бы, то, что, знаете, как-то вот, ну, оно как-то прошло мимо, я как-то не затронул. И вот, буквально неделю назад случилась похожая ситуация, но, скажем так, еще более принимающая ужасающие краски. Это просто, знаете, финиш. Вот, знаете, такой, наверное, блогер, как Мел Строй, который, ну, это какой-то чудик, я даже не знаю. Вот, я о нем вообще впервые услышал, тогда, когда вот он там избил, значит, девушку, там, ну, это был какой-то чат, не чат даже, а трансляция прямая. Где они что-то дурачились, там, какую-то пургу несли, непонятно вообще что, какую-то несуразицу просто. Вот, где были просто в хлам пьяные, нетрезвые, просто какие-то ударенные. И вот этот Мел Строй тогда еще, ну, поднял такой шум, я не знаю, там бездарность полная. Несколько десятков миллионов подписчиков, вот, у меня вот вопрос такой, вот, кто эти люди? Это, понимаете, несколько миллионов подписчиков, десятков, это, по сути, треть нашей страны. Неужели вот у нас вот такое общество? Ну, ладно, там как-то кто-то сказал, что вот он вспылил, да, и так далее. Ну, ребята, там просто какой-то моральный урод. И вот здесь вот случилось вновь ЧП, значит, еще один блогер, Рифлай, его зовут, ну, как, его зовут Стас Решетников. Вопрос еще его Рифлей или Рифлай, как правильно отчитать, это уже решайте сами, там, вот. Но, как бы, вот так называется его канал. Тоже блогер, которого я вообще впервые вот услышал, потому что, ну, я не знаю, таких бездарностей я не смотрю. И я удивляюсь, почему у таких людей огромное количество подписчиков. Почему, вот, допустим, вот у меня такого количества подписчиков нету, как у этого Рифлая или вот этого Милстроя, вот этих обрыгалов. Вот, что они такого великого сделали, у меня вот вопрос такой вот. Я не говорю о том, что вот они должны великое что-то сделать, но что они полезное вообще несут. Это просто, знаете, это, ну, как сказать, смотреть на это тошно, как минимум. И вот этот Рифлей, в общем, он, ну, как вот я понял, запер беременную девушку на морозе, там, ну, не знаю за что, просто так, наверное, ради просмотров. И в итоге она замерзла, ну, как бы, вот там, на балконе, там, минусовая температура, это, по-моему, в Москве или в Питере, где-то вот они там, ну, как вот, сняли жилье какое-то, да, или что-то, какая-то гостиница, я даже не знаю. И, в общем, ну, в общем, она не могла открыть двери, естественно, она там кричала и так далее, там, соседи слышали. И в итоге девушка скончалась, умерла, и вот этот вот так называемый блогер, вот этот, обрыгала, как, это просто вот моральный урод, я даже не знаю, как его назвать. Вот, потом вынес ее на диван и увидел, ну, как бы, что она мертвая, там, ну, и, как бы, вызвал скорую, все дела. И, как бы, понимаете, да, что за человек такой, что за тварь, что за, ну, я не знаю, как назвать, но это просто, это просто хуже некуда называется. И это все он снимал на камеру. Многие, конечно, думали, что это какое-то театральное, ну, представление. Вот, ну, приехала скорая, констатировала смерть, холодная девушка уже стала. Потом милиция, полиция приехала уже, и на этом чат оборвался. И вот, дорогие друзья, что мне вот здесь вот хотелось бы сказать. Вот, и вот у этих блогеров огромное количество подписчиков. Дорогие друзья, вот кто смотрит вот этих вот моральных уродов, у меня вопрос такой. И главное дело, смотрите, там контингент-то какой в основном? От 12 до, ну, там, до 40 лет. Ребята. Ну, то есть молодежь. Это что происходит с нами? Что это такое? Это, это, неужели это новые тренды такие? Неужели это вот, ну, скажем так, вот такой образ жизни нужно вести? И благодаря этому можно только устраивать вот подобный хайп, вот подобные, знаете, танцы на костях. Это что вообще такое? И, знаете, тут вот хотелось бы мне вот что сказать, что я думаю по этому поводу. А я думаю, что в первую очередь здесь, в этом, во всем ужасе, который сейчас происходит, виновата правительство, вот эти властимущие, которые довели людей просто до нищенского состояния своими вот этими реформами, которые просто губят тела и души людей, потому что люди просто не могут устроиться на работу. И тут еще, конечно, такая сторона медали, что вот это вот, там, молодежь не может никуда устроиться на работу и вынуждена как-то зарабатывать. Вот и люди вот так вот посмотрите, что делают. Вот это идут, значит, снимают вот эти издевательства, снимают вот эти забивы, вот эти оффники проклятые. Вот Влада Бахова вот снимали так же на телефон, били его, издевались, на этом пытались заработать. И понимаете, это повсеместно. Вот я помню на оффников вот этих писал заявление в сентябре, когда вот в Роскомнадзор тут вот рядышком у нас в Благовещенске. Так, знаете, в группе, вот эта поляна, да, вот как раз-таки содержатся вот подобные моральные уроды. Их 200 тысяч, дорогие друзья, 200 тысяч. Это что такое происходит с нами? Ну, 200 тысяч человек, это, понимаете, это, представьте себе, это пятая часть миллиона. Сейчас уже, наверное, не 200 тысяч, а, наверное, больше, там, наверное, 220 тысяч, 230, я уже не знаю. То есть, ну, это пятая часть миллиона. А миллион человек, это 144-я часть населения. Ребята, это что-то происходит с нами? Неужели вот наше правительство вот хочет вот действительно превратить нашу страну в помойку какую-то? Мы не должны это допускать. Мы должны просто вот, знаете, тут бить в набат и просто вот, не знаю, выйти на площадь и сказать, вы что творите? Почему допускаете вот то, что происходит? Вот эти моральные уроды скоро будут убивать так и снимать на телефон, и потом это все будут распространять. И посмотрите, о, как хорошо мы живем. Это что такое? Никогда такого не было. Вы посмотрите, в Европе такого нету. Там вообще у меня есть, вот, знаете, я спросил вчера, вот буквально, ну, позавчера, точнее, у немца, мужа моей этой тети, спросил, у вас в Германии вообще подобное есть? Вот, ну, я немножко немецкий знаю, так, чуть-чуть, но так, это, на английском я спросил это. Он говорит, ноу-ноу, у нас вообще такого ужаса нету в Германии. И, дорогие друзья, мне хочется верить, что все-таки такого не будет, вот, такого ужаса. И, понимаете, вот во что мы превращаемся? Мы превращаемся в каких-то биороботов просто, в которые можно просто, вы знаете, вот, как в сосуд наливать всякую помойку. Нас просто держат за идиотов, нас держат просто вот за каких-то рабов, вот, допуская подобные инциденты. Я против этого однозначно. Это ужас не должен быть в нашей стране. Напишите свое мнение в комментариях, вот, дорогие друзья, вот, что вы думаете по этому поводу? И как нужно бороться вот с такими обрыгалами, вот этими тварями? И, ну, понятно, что это вина, конечно, нашего государства, в первую очередь, рыба гниет с головы, как вы уже понимаете. Но все же, напишите свое мнение. Такое нельзя допускать. С вами был я, Принц Сюрель. Ставьте лайки, подписывайтесь, вот, следите за новостями, дорогие друзья. Вот, всем до встречи и пока.